Здравствуйте, друзья! С вами Светочный Сад и я, Наталья. У кого-то мороз и солнце, день чудесный. Действительно, сегодня день чудесный. И солнышко светит у нас. Вон оно. Не знаю, как там видно. Нет мороза. А у меня в теплице, друзья мои, сейчас зайдем. Что здесь у нас? В этой теплице, друзья. Теми, ласкали называется. Здесь подсветки нет. На теплице снег. Что-то он никак не спустится, потому что у меня здесь вот такое вот инфокрасное отопление, можно сказать. Да, вот эти вот греют у меня здесь теплицу. Сейчас у меня работают только две штуки. В ночь включаю все три, потому что морозы сильные. Боюсь, что замерзнет. На самом деле, сейчас у меня здесь проветривать не буду. Даже немножко, может быть, и высоковато. Здесь плюс 6 или 7 не вижу даже. Вот. Ну, в принципе, это нормально, да? Для не более холдостойкие цветы. Свет немножко включу. Тут есть у меня чуть-чуть. Итак, вот, смотрите, 8 марта у меня уже сегодня, 20 января 2021 года. Посажены мною растения и семян. Зацвели, конечно, раньше времени. Ну, знаете, отрицательный опыт всегда опыт. Знаешь уже, что я могу эти семена кальцелярии сеять уже не 3 июля, а в конце июля или даже в начале августа. Ну, у меня из 100 штук взошло, сейчас скажу, где-то 20%-20 штук. Здесь их нет, потому что я к Новому году раздала немножечко подарочки из них. Очень приятные, очень красивые цветы. Но, друзья мои, я не волнуюсь не от того, что тут у меня осталось, я не знаю, сколько, 15 штук, а от того, что я возьму семена. Семена вот уже сейчас у меня 4 сорта. Вроде бы вот эти вот два одинаковых, но они немного отличаются. Это более яркая краска. Это более такое мутновато, матово, ну, побледнее, да? Потом, ну, это всегда вот такая краска в смеси. Вот что характерно, вот этот окрас, я не знаю, он более плодовитый или более семена всхожи. Вот именно вот такой краб желтый, да? Потом вот такой вот у меня здесь, этих всего у меня 2. И вот третий такой распускается или есть еще наподобие такого, только низ тоже в краб. А этот низ чисто желтый. Ну, вот на данный момент я вижу себе 4 расцветки, которые вот 4 я оставлю себе на семена. Так? И что мне тут останется? Может, даже 5, да? 10 штук. И я думаю, что к 8 марта они не отцветут. Но вот эти может быть. Потому что вот это два экземпляра, которые вот этот и этот вот остались. Этот, который первый зацвели. И тут вот еще есть, видите, цветочки, которые еще будут распускаться. Чем хороша кальцелярия? Спуская поочередно свои цветочки, первые не опадают, не осыпают. Цвет своих окраски, цвет, я даже не знаю, как назвать бутон, цветка, да? Цветка вот этой шпачка не меняется, не тускнеет, ничего, друзья. И поэтому кальцелярия, конечно, попозже будут сажать по-любому. Я думаю, что оно мне останется. Единственное, чтобы погода не подвела. Дальше мои сеянцы цикламена, друзья. Кажется, вот этот суховат точно. Надо сейчас полить. Как раз вот увидела, прям видите, цветок упал. Это уже прям по листву не определишь. Уже надо полить. Поливаю редко. Ну вот, получилось так. Зацвел цикламен у меня уже в августе начал зацветать. И я думала, ну все, отцветет. А зацветать стали вот такие вот белые. У меня, наверное, два. Я теперь даже не пойму, какой первый зацвел, какой нет. И вот такой вот расцветочки у меня зацвели с августа месяца. Единственное, то, что вот то, что отцвело, вот он опал. Здесь вот семена образуют. Вот это я не стала убирать, не буду пока. Потому что немножко сдержит цветение. Вот это пусть поработает этот цветок на созревание семян. Каких-то я просто убрала. Ну, соберу семена теперь. Думаю, если что, соберу. Нет, посмотрю развитие. И это всегда можно удалить. Все в своих руках. То, что вот здесь вот еще не цветет, это зацветет. Это просто были расточки сами по себе поменьше. Еще. В каких у меня стаканах цикламен? Цикламен в пол-литровых. Хотела пересадить в 0,8. Как у меня стоит. Вот канцелярия, только это 0,75. Ну, какие были у меня 0,75, так 0,75. Не стала. Хотела из той теплицы в эту переносить. Думаю, пересажу, не буду. Места так мало. Достаточно будет. Хотя они могут вполне и так стоять в таких горшках. Думаю, нет. Достаточно. Пусть растут так. Как говорится, количество цветов для 8 марта. Ну, просто идеально. Хватит, да? Вот, видите? Ну, буквально хватит. И чем мне хорош вот эти семена? Они крупноцветковые, не мелкоцветковые. То, что может привлечь также покупателей. Вот в этих, которых 0,8 у меня. Вот он, ряд стоит. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, да? Вот тут я прям по ряду, вот поэтому пойдем, да? Это у меня сеянцы пришли. Сеянцы брала дорогие. Не дешевые, не по 30 рублей, не по 35. Вот, по 100 рублей. Там какие-то сорта, ну, с ободками, с рифлеными краями лепестков. Но они еще пока не зацвели. А какие-то просто взяла. Думаю, ну, может быть, какой-то там цвет, ну, необычный может быть. А он оказался такой обычный, тоже 100 рублей. Ну, что поделать? Ну, как раз на старуху бывает проруха. Так, вот это у меня посажено в 0,8 я посадила, но и пожалела. Надо было, вот они у меня, также вот эти сеянцы. Вот он даже подписан. В 0,5. Вот он вот. Если что, вот этот вот сорт. Не знаю, какой расцветки. Не буду сейчас показывать. Этот у меня, он просто стоял друг с другом, пока сюда перенесла. Немножко вот эту сторону листьев как-то закрыл. Ну, ничего, отрастет. И я тоже хочу взять семена и размножать. Потому что на следующий год цикламент так такового у меня семян нет. Семена я не покупаю сейчас ничего вот из этого. Почему? Потому что я должна посмотреть, как это 8 марта пройдет. Нужно ли вообще этим заниматься? Нужно ли мне вот это выращивать? И хотелось бы, конечно, чтобы был 8 марта хотя бы небольшой плюс, чтобы торговать на улице. Потому что в крытом рынке у нас, не, место там найдется, но за цветами, как обычно, привыкли у нас брать на улицу. У нас все на улице имеют такие застекленные ящики, что там свечи горят. Ну, какую-то температуру хотя бы плюс 1 или 0 держат, чтобы они просто там не замерзли и продают. Итак, я вот, например, сейчас переворачиваюсь на другую сторону. Здесь у меня примула. Ну, примула тоже, поглядите, зацвела уже. Может, это ранее. У меня просто здесь два сорта. Из 200 штук у меня здесь, не знаю сколько, еще чуть-чуть, там, чтобы 15 в той теплице, потому что там они в 0,5 стакане у меня. И маленькие, как-то у них зеленая масса не наросла. Как вот они были немного заторможены в развитии, так они и тормозят. А эти вот начали цвистеть, цвистеть, бутониться. Не обрываю, пусть цветут, пусть радуют мой глаз. Их не так много, не считала, правда, из 200 штук сколько, ну, приблизительно, даже не хочу сейчас считать. Ну, вот такая краска. Вот захожу и радуюсь. Вот такой вот беленький, такой розовенький. Вот такой, мне кажется, больше бы брали сочетание, да? Вот это интересное сочетание. Ну, опять-таки, 8 марта, как пройдет. А сейчас я вам, вот сюда вот оставила место, сейчас тоже вынесу остатки примулы там и цинерарии. Потому что у меня пришли тоже сеянцы. Есть сеянцы, но будут, буду выносить те, которые с бутонами. Но сейчас мы поговорим о цинерарии. Цинерарий у меня стоит с двух сторон. Вот тут и тут. Деревья, дай Боже. Оно у меня не вытянулось, друзья. Это просто семена. Самые дешевые семена. Как бы мне не соврать, не то 13 рублей пакетик, не то 17 рублей пакетик. Здесь у меня из двух пакетиков, я, честно говоря, даже когда посеяла, тогда только вспомнила. Вспомнила. Боже мой же, там, а теперь такие высокорослые будут, скорее всего. Потому что сейчас вот период, знаете, когда я только начинала, были пакетики цветные, соответствовали описанию семена, что вот выращиваешь. Сейчас не соответствие полное. Нет, есть что-то хорошее, ну, в смысле, по соответствию написанному, да. Но сейчас нет. Что там написано, можно немножко подкорректировать. Хорошо, если даже взойдет то, что там нарисовано. И то хорошо. А какой будет, это уже другой вопрос. Мы сейчас с вами посмотрим. Сначала вот эту сторону. Сейчас покажу вам. Сейчас уже повесил кашпу, не очень удобно. Но, друзья мои, в чем плюс вот этой высокорослой, вот прям вот высокорослой, да, эти листья больше, чем моя ладонь. О, больше, чем ладонь. Но вот это вот, понимаете, между вот эти, между узлей пойдут все равно вот эти цветочные, небольшие корзиночки цветочные. И если это все успеет зацвести к 8 марта, будет смотреться как ажурная вот прям шаль, да, особенно если мы это украсим. И еще плюс вот этой вот цинерарии в том, что цветы, о, какие крупные, такие яркие, ароматные, запах просто благоухает. Я прям подхожу, ну, такой не теркий, не сильный, а приятный, нежный. Вот этот, это у меня самый первый зацвел. Я не знаю, до 8 марта, мне кажется, не дойдет. Вот, вот, смотрите, здесь вот уже перенесла этот самый холодный, у меня здесь самое, ну, тепло бывает плюс 8. А так здесь плюс 3, плюс 5, не больше. Сейчас вот, конечно, плюс 6 я проветривать не буду, потому что мороз. Мороз, мороз. Вот, зацветает. Что характерно, полив сейчас больше у меня, вот, начинает свистеть, листья поникают, и необходимо по-любому поливать. Смотрите, какая яркая, яркая, прям, вот на камеру смотрится синяя, друзья, а на самом деле темно-фиолетовый цвет, прям фиолетовый, а на камере синяя. Вот такая красотка. Здесь вот она смотрится на камеру роза, а на самом деле она фуксивая, цвет фуксии, вот прям такой настоящий, темный фуксии. Вот, середина белая. Вот, листья, это лопухи, это не листья, это вообще, это просто, просто бомба, не листья, задние листья просто возьмешь, да еще там оттуда тянется букет цветов. Друзья, отпущу я сейчас своего товарища, который хочет на улицу, он вот скребет и скребет, не дает мне снимать. Иди. Вот, пошел, все, ушел, не мешай мне. Вот, ну и заодно я вот так вот плавненько перейду вот на эту вторую сторону, мне стоят по обе стороны. Сейчас я вам хочу сравнить на данный момент, значит, есть и такие экземпляры, очень приличные, очень хорошие. Вот, но вот шапки, вот такой, как вот я раньше помню, выращивала цинерарию, но не к 8 марта, а обычно, но так как она, ее надо процесс, чтобы она зацвела долгий, и это было нерентабельно без теплой теплицы, но сделала, и продажи, соответственно, делом подороже, но не брали. Они думали, что это многолетние, кто обманывал, что цинерарии многолетние, соответственно, они продавали их быстро, потому что такой цветок, это просто красавица. И вот смотрим, вот этот лист, ну он, который поменьше экземпляра, лист немножко поменьше, но вот это вот сеянцы пришли, вот они, видите, какой лист, мелколистный какой-то, сорт не помню, друзья. Это вот я от Ольги Сохач, да, вот это мне прислал, конечно, на месяц позже, но это не ее вина месяц позже, скорее всего, задержка была от поставщиков, должно прийти в октябре, пришло в ноябре. И вот начинает, когда вот эти бутоны появляться, я уже сюда выношу, потому что все равно сейчас в феврале я дам тепло, он наберет и быстро распустится, ну, как-то немножко, может быть, сдерживаю. Вот этот вот я хочу, который дешевый, смотрите, какая рассветка, какая-то нежно-сереневая. Такой рассветки нет в этих вот семенных, вообще. Вот видите, какая разница рядом, смотрите, какой лопух, он прям прикрывает практически весь вот эту цинерарию, вот эту семенную. Но зато вот с такой вот цинерарией проще, она займет меньше места, вот этот, сколько места мне надо, боже мой, мне ее 120 штук, она занимает у меня место. Ну, хорошее место занимает. Но опять-таки, вот мы сейчас с вами посчитаем, это я иду вам показываю рассветки. Вот у меня под головой, это мне просто интересно, поглядите, какой цветок размером. И тут они еще не распустились, лепестки. Красота какая. Но вообще рассветки бомба. Друзья, мне очень понравились рассветки. Самое главное, если бы было бы тепло, независимо от такого размера, вот этот вот средний размер, вот он, как же его показать-то, чтобы видели. Вот он, на вытянутую руку. Это тоже пойдет нормально, видите. И он такой стволик, ну, коренастенький, можно сказать, плотненький. Листья огромные. Цветы, посмотрите, из каждого междоузлия. Вот они идут. Вот, вот, вот. Будет вообще шикарно смотреться. Пусть шапка не такая велика, но крупный цветок дает себе такое, что затмит вся красота. Вот видите. О, краса. А вот сейчас вам покажу, крупный какой. Но красота. Красота. И вот эти вот тут вот экземпляры стоят. Это тоже семенные. Видите, какие низенькие. Сейчас попробую. Он тоже только распускается, вот, рассветка. Видите, есть. Ну, я так хочу сказать. Вот таких низких у меня, ну, наверное, штук 30. Таких вот длинных, которые я называю их, ну, прям дыдло, извините меня. Может, я не так... Ну, посмотрите, какой вид у него. Ну, вообще, палка длинная. Но если выйдут вот эти цветочки из междоузли, будет вот, как вот, такая шаль ажурная. То еще, да. Ну, а так можно на срезку срезать. В срезочном виде она, кстати, хорошо стоит. Ну, ну, как получится. Понимаете, жизнь-то она не стоит на месте. Вот. И можно посчитать, скажешь, ну, и что у тебя тут, а сколько ты энергии потратишь на все это? Что это оправдывает вообще вот это все, чтобы тратить энергию на вот эти цветы? Ну, знаете что? Давайте мы сейчас просто возьмем, посчитаем по ценерарии. Ценерарии у меня 120 штук. Мы 20 штук убираем, даже вот эти вот высокие, которые, ну, может, еще какие-то. Вот берем за 100 штук ценерарию. Потребление энергии у меня в теплице полторы тысячи в месяц. Это когда вот холодно. Ну, мы оставим вот эту полторы тысячи, чтобы нам, ну, плюс-минус, как говорится, если у тебя осталось, то осталось у тебя в кармане. Сколько стоит вот этот цветок? Да, полностью. Вот сколько он стоит? Семена копеечные, друзья. Удобрения никакими не пользовалась. Ничем не обрабатывала. Единственное, то, что обработка была, ну, это совместно со всеми цветами, там, химически от всяких вредителей. HB-101 опрыскивалась от стресса. Единственное, ну, это все у меня шло не специально для них. Ну, это как вот с обработкой, была полностью теплицей. Вот, все. Значит, этот горшок, ну, опять грубо буду говорить, потому что я не помню, сколько он стоит, но два, нет, не два с чем-то. Ну, пусть будет пять рублей. Пусть будет пять рублей. Вот. Пусть будет грудь тоже пять рублей, хотя это меньше. Ну, мы погрубо берем. Пять рублей, пять рублей, десять рублей. Ой, даже цветок можно сюда внести, вот, десять рублей. Давайте мы его округлим до, ну, да, до пятнадцати рублей. Это, я даже не знаю, это даже сверх, сверх норма, сверх план, округлив так, очень грубо. Пятнадцать рублей у меня вот это вот стоит. Затрата на него энергии. Лето прошло, ну, ничего не тратилось. Все, природа только была, только что посеяли, перевалили свой труд. Вот, понимаете, ну, я не знаю, труд я пока не вкладываю во все. То, что прибыль, это там можно взять какой-то процент с прибыли на труд свой, а остальное на, не знаю, что, на расходы там, чего, прибыли. Ну, кто как-то, я, понимаете, труд свой, его надо считать, но нельзя его приложить конкретно к одному цветку, копейки, рубли. Ну, этим делом просто я не занималась, друзья. Ну, это, ладно, это в сторону. Итак, сто растений всего для вот такой маленькой теплицы, маленькой теплицы. Тратим полторы тысячи тепла. Света здесь нет, энергии такой больше мы сюда не применяем. Итак, в месяц на сто штук, это пятнадцать рублей на цветок. Пятнадцать рублей это, пятнадцать рублей, да, на месяц. Мы возьмем три месяца, сорок пять рублей и пятнадцать. Шестьдесят рублей мне обойдется только один цветок. Но, друзья мои, здесь у меня еще что растет сейчас вместе с цинерарием, который даже вот здесь у меня где-то стоит, гвоздик, который я укореняла в этих, в кассетах. Вот я вам показывала, кто смотрит, кто давно со мной. Я перевалила, хотел, конечно, вам заснять, сколько у меня укоренилось. Ну, я сейчас вам могу сказать. Значит, из одиннадцати кассет, это 1144, если не ошибаюсь, да, у меня укоренилось 80%. При, можно сказать, при плохих условиях температурный режим никогда не соблюдался. Ну, практически они у меня стояли, укоренитесь, укоренитесь. Конечно, я желала, чтобы укоренились. И мое счастье, укоренилось хорошо. Некоторые сорта укоренились, конечно, 20%, некоторые 90%, некоторые 80%. Ну, в общем сложности получилось 80% укоренения. Друзья мои, замечательно. Лишь бы только все сейчас росло и развивалось очень хорошо. Королевская тоже здесь стоит. Здесь она пошла у меня также на охлажение. Хотя и в той теплице они охлаждаются. Кстати, друзья, завтра прям поливать надо все. Сегодня кое-что, а завтра буду поливать. Вот, эти мои маточники, эта перевалка. Но, вот, знаете, как-то здесь ответственно расти сейчас не растут. Пусть пока не растут. У меня нет такой планы. Зацветут к 8 марта, значит, пойдут на продажу к 8 марта. Вот некоторые экземпляры, не все, конечно. А остальное, да, до дальнейших продаж после 8 марта. Так, это гвоздика, которая была перевалена в 200-граммовый стаканчик. Соответственно, она у меня будет на весенней продаже. Вот это будет к 8 марта. Сейчас потеплеет, потом немножко подработаем, посмотрим. Что распустит, все расцветет к 8 марта. Смотрите, что у меня здесь. Ромашка вон одна зацветает. Разцветает. Правда, не знаю, какой сорт. Луна или... Нет, не луна. Белая махровая будет. Вон она, если вы видите. Но она в таком состоянии очень давно. Я посадила, перевалила. Ну, думаю, ну, посмотрим. Никаких усилий не принимаю. Просто оттуда сюда поставила. Здесь подсветки нет. Распускается медленно. Ну, навряд ли я ее к 8 марта продам. Какой-то внешний вид-то не очень-то. Один стволик, один цветочек и листочек. Так, на одной былочке. Ну, не знаю. Нет, конечно. Потому что я хотела, думаю, там распустить по несколько цветочков, но нет. Вот на 5 у меня тут цена реально. Видите, какой огромный цветок. Особенно вот этот центральный. Батюшки мои родные. Батюшки мои родные.